Это просто пассив без обработки почвы. Вот тогда ученые, которые говорят, нулевая технология, нулевая обработка почвы, это я согласен. Наутилка, когда растительными остатками все закрыто. Теперь возникает вопрос, а как сеять? Вот это главный, коренной вопрос. А сеять надо правильную сейлку. И у нас в крае есть пертини сейлки в единственном числе. Вот она сеет точным высевом сорга, любую культуру точную подсолнечник, кукурузу, нут, что надо, вот сейчас говорил коллега, ну, с точным высевом. Она сеет и сеет по всем, значит, и по очесу, и по влажной, по всей почве. Рядная сейлка, вы с рядными работаете, проблем нет. Поэтому это в рабочем порядке можно обсудить и поговорить. И вот ваша модернизация, что вы перешли на однодисковый сошник, монодиск, это первый этап, я называю, считаю. Вы пройдете к другому, к следующему этапу, когда вы будете брать все-таки резак или култер, и будет двухдисковый сошник со всеми этим набором. Это будет второй этап вашей модернизации. Нет, но вопрос опять, этих сейлок много. А качественно сеять единицы, вот это вопрос самый главный. Вот эту сейлку надо найти. Если вы ее найдете, тогда вы придете как раз к второму этапу, вы ему будете сеять, точно высевом урожай получать. И вас пойдет дальше повышение урожайности. Спасибо за это. И второе, мы говорили о эрозии, о устойчивости к эрозии. Это очень важный вопрос. У нас пока руководство наше и федеральное, и краевое, и наше местное отмахиваются, как от назойливой мухи. Но дело в том, что мы это наблюдали тоже. И наша статья выйдет в зимнеделье, в ближайшем номере. Как наутил работает, борется с эрозией. Поверьте, очень интересная информация, и прочитайте, и вы это увидите. Ну а теперь по поводу пшеницы. К сожалению, так прошло, что уже посев произошел в Волгоградской области, но тем не менее. Первый вопрос, как в любой системе земледелия, это предшественники. То естественно, тут ничего нового нет, когда бобовые предшественники обеспечивают получение самого высокого урожая. Но дело в том, что в технологии наутил мы занимаемся серовыми культурами, и у нас не только бобовые, и еще больше сказать, у нас меньше бобовые, у нас более сложные предшественники. Вот особенно у нас много подсолнечника у нас в крае, и вот урожайность на уровне 4 тонны с гектарой считают очень достойный урожай. И вот пшеница после пшеницы, видите, урожай снижения практически в два раза. Но у нашей зоны, где мы проводим исследования, у нас выпадает порядка 600 мм, 550-600 мм осадков. И там болезни и растения, это все очень сильно влияет. И вот обратите внимание, каким образом тогда, если дальше будет работать нормально, значит, по предшественнику сои, естественно, прекрасные посевы пшеницы. По предшественнику подсолнечник тоже хорошие, прекрасные посевы. Подсолнечник является хорошим предшественником для пшеницы, единственное, там вопрос с влагой. Третий предшественник пшеницы по пшенице, в нашем слайде показано, что она вся больная, изреженная, и поэтому урожайность в два раза ниже. Но засушили в их условиях, в ваших условиях, я считаю, что это надо пробовать, потому что у нас проблема предшественника под пшеницу. Какую культуру сеять, которая давала бы экономику хорошую и была бы хорошим предшественником под пшеницу. Все-таки основная пшеница. Вот с этой точки зрения, вот сегодняшнее решение, которое сделал Александр Николаевич и его коллектив, я считаю, это правильное. Вопрос в другом. Сеять надо по кругу 30 градусов в управлении предыдущего сева. Это закон на утиле, это закон, это не просто это самое. Второй предшественник, вот это предшественник лен. Лен по очесу. Вот обратите внимание, видите, это очесанный лен стоит, и в нее агитирует пшеницу, себя прекрасно чувствует. Так вот у нас пшеница в отдельные годы, по нему дают такой же урожай, как по парам. У нас в Ставрополе бывает три зимы, выпал снег, растаял, выпал, растаял, и мы накапливаем столько же снега, вот этот очесанный лен, сколько в парах. А уже дать удобрение, защиту, это уже вопрос техники, умения агронома и специалистов. То есть вот такая вот, то есть предшественники. Второе, значит, следующее, вот экономическая эффективность. Ну, естественно, рентабельность по бобовым культурам будет самая высокая, но тем не менее, по такому предшественнику, как подсолнечник, 70% рентабельности, я считаю, вполне нормально, потому что у нас подсолнечник, или это самая такая экономическая культура, экономически эффективная. Ну, естественно, пшеница, пшеница самая низкая рентабельность, 18%, я повторяю, это в наших условиях, где у нас больше осадков. Это вопрос, и второй, что еще, да, следующее, вот все обороты мы изучали различные, я тоже докладывал, но кратко. Вот где у нас две пшеницы, три культуры других, значит, у нас самая высокая рентабельность 106%, все оборота в целом. Или вот две пшеницы, две бобовые культуры, подсолнечник, кукуруза, 113, это набор культур для Ставропольского края. А вот где две пшеницы подряд, обратите, самая низкая рентабельность, вот две пшеницы подряд все обороты, самая низкая рентабельность. То есть у нас пшеница, по пшенице не идет, мы даже все им пшеница, потом о зимний чмень. О зимний чмень легче переносит, не так болеет, поэтому урожайность будет выше. Второй вопрос, который у нас хватает, опять вопрос о том, что у нас не хватает культур, которые давали бы эффективность. В связи с этим мы сейчас возвращаемся к пару, но не к чистому черному пару, а к химическому пару. Чтобы сохранить влагу, если будет этот пар давать на уровне 5-6 тонн с гектара, ну тогда можно о нем думать. Это остро засушливая зона, которая прилегает туда у нас к Алмыкии. Вот в тех условиях мы на эту тему уже начинаем думать и ищем поиски. Постоянно что-то тоже ищем, делаем всякие исследования, опыты производственные, научные, собираемся, обсуждаем вот таким же образом, как вот сегодня. Следующее, значит, по поводу о том, что не забывайте, чередование культур, мочековатая корневая и стерзневая корневая система. Мы можем завлечь, у нас есть, которая пшеница по 4 года сеет, а потом заходит с подсолночком, он не растет вообще, потому что там уже бетон под низом. И вот пшеница, обыкновенный чернозем и вышелоченный чернозем, это чернозем, который быстро уплотняется, заплывает. Вот обратите внимание, здесь прибавка урожая, смотрите, 45 и 55, да, про сути дела, на тонну больше по технологии. И в удобрении дают прибавку, посмотрите, какую большую. А на вышелочен чернозем, где физические свойства, где были уплотненные почвы, везде минусы. Поэтому тут тоже баловаться нельзя, пшеничка требует своего, она хорошо разрыхляет почву, но верхний слой. И надо между ней сеять, то есть, если вы говорите, поэтому, если отпускать поле пшеницы в пшеницу, то один раз в севобороте не больше, я думаю, этого делать будет нельзя. Следующее, значит, говорят о том, что вот мы удобрение в наутиле хозяйства, я сейчас готовлю статью по экономической эффективности наутилов, у меня очень много информации уже накопилось. Говорят, ну, если бы мы столько удобрения вносили при традиционной технологии, мы бы тоже получали урожай такой же. Да, во-первых, у вас денег нет, потому что вы пока напашитесь, пока выровняетесь, взять, пока там все, запчасти купите, зарплату, это денег на удобрение. Но даже если вы снесете такое же количество удобрений, то смотрите, по рекомендованной технологии, прибавка в рожае по наутилу, смотрите, тут тонна 800 до 2 тонн, а тут 2,803 тонны. То есть эффективность работы удобрений на наутил выше, а почему, потому что там больше влаги, а если есть влага, работает удобрение, то все взаимосвязано. И обратите внимание, когда без удобрений, то наутил на 0,16 тонны меньше, это математически доказуемое снижение урожайности, особенно на начальном этапе освоения технологий. Поэтому без удобрений наутилом заниматься, ну, не нужно. Вы мучаете почву, мучаете семя и своих коллег. Значит, по качеству зерна. В нашем опыте мы получили, даже на удобренных фонах, немножко меньше качества, значит, по клейковине и по качеству клейковины. Но это в наших опытах. А в принципе наши наутилщики получают третий класс без проблем, четвертый минимум, и качество зерна нормальное. Но мы здесь объясняем тем, что у нас урожайность намного выше, здесь показано, а урожайность тут нет, помните, на тору на полтори выше, поэтому идет как бы разбавление клейковины. Тут ее концентрация меньше, но валовый сбор все равно больше протеина, чем, скажем, по традиционной технологии. Сроки села, это как Ставрополье. Поэтому, значит, в нашем случае, вот у нас многие наутильщики, ну, как сказать, не хватает терпения. И начинает сеять 15-20 сентября и получает вот в этом году вот такие результаты, а то и хуже. А кто посеял 15-20 сентября по традиционной технологии, тот ее запахал полностью. Вот, и поэтому такая ситуация. Вот 15-10 октября, мы считаем, с 1 октября не раньше начинать сефа зимой пшеницы в нашем крае. У нас закон такой, лучше на неделю позже, чем на день раньше. И это из года в год, и не проиграешь. Вот состояние по удобрениям, если говорить, то вот такое должно быть, темно-зеленый цвет. Это директор СКП урожайная. Вот он держит в таком темно-зеленом цвете при помощи этого жидкого садного каста. И у него урожайность очень высокая. Я в конце покажу вам несколько слайдов. Значит, глубина заделки семян. Вот здесь опять эта фотография исчезла. Вот это у нас в хозяйстве, в нашем хозяйстве. Смотрите, глубина заделки 6-7 сантиметров. Растения слабо не распустившиеся, больные, тут плохо видно. Значит, здесь тоже 5-6 сантиметров. Тоже слабое растение вот справа, это 3-4 сантиметра, здесь вот глубина заделки. Там хорошие распустившиеся, мощные растения, мощная корневая система. А вот эта фотография, вот это козао Кирова, Кесчанокопского района, вы все знаете, помните, в феврале был семенак. И я специально попросил, мне вот протяжали, видите, глубина заделки семян. 1-2 сантиметра. А урожайность тоже, обратите внимание, они лидеры по Ростовской области 2 года подряд. То есть лезть в грудину с посевом не нужно, и мы это обратили внимание, буквально 2-3 сантиметра, она быстро выскативает, начинает пуститься, прекрасно развивается. И что еще у пшеницы, которая, скажем, в Волгоградской области, которая посеяна в октябре, на две месяцы. Дело в том, что когда по традиционной технологии, я просто работал в Марсе, мы это обретали. Весной по парам, темно-зеленая пшеница, значит, у нас была по сафлору, по люцернии семенной мы сеяли. Естественно, вид совершенно другой, и балькинг запультируйте, не позорьтесь. Но когда начали молодить, то мы получили по сафлору, по этому плохому посеву, по плохим весенним растениям, 46-50, по парам получил 55. А на следующий год по нуту, по такому растению, получили на тонну больше, чем по традиционной по парам. Дело в том, что пшеница весной способна и куститься, если температура на возле кущения не более 14 градусов. Так вот, если у вас растительные остатки на поверхности, они затеняют, снижают температуру воздуха, и, соответственно, идет кущение весной. И пшеничка эта кустится. Вопрос второй. Теперь дать ей надо питание, защитить, и она способна обеспечить получение урожая на уровне даже чистого пара. А в течение 3 года и выше. И мы это получали, видели. Парадоксально, не поверите, Манькин хотел это, а потом, когда осень пришла, мы проводили, кстати, семинар. Владимир Иванович здесь, где-то 40. Мы это поля показывали, вот там, в этом большом морце. То есть глубина зателка – это очень важный момент в этой технологии. Значит, тут фотография опять исчезла. Значит, сходы должны появляться, наверное, в течение часа. Вот сейчас мы проезжаем поля, допустим, паровые, видно, что взошли редки, не взошли, пошли, и так дальше. А даже редки один зашел, другой нет. Вот здесь фотография была, когда все редки, буквально вот только-только шельца появилась еще не зеленая, а такое, знаете, желтизное. То есть вот это в одномоментное, нам кажется, что это без разницы. Но это очень важно, мы легко подобрать фазы для ухода за посевами, уборки, и это очень положительно влияет на урожайность. Виктор Корнеевич, перебираем сильно. Я пару минут просил насчет следующее, что я хотел бы исследовать. Это по эффективности производства. Это данные у алтерии Буденновского района Архангельская. 3-4% при урожайности 50 сантиметров в гектарах, рентабельность по технологии традиционной. И 23-28% по наутилу, но тут урожайность, соответственно, ниже. Этот вариант не дает жизненную перспективу. Это тоже слабоватый. Поэтому технологии наутил за счет меньших затрат все-таки как бы не было. Если мы там считаем, как считать? Скажем, Кировец, я примеру, Кировец в традиционной технологии 8-10 лет, и он выходит из строя. А в этой технологии Кировец работает всего 2 месяца в году. И он может работать 18 лет. Но тогда амортизацию надо растягивать на 18 лет, и затраты на 10. Это же разные вещи. Поэтому кто так тут считает еще? Ну вот, опять нет снимка. Это значит, в этом году Министерство сельского хозяйства попросило проехать, посмотреть состояние наутил в связи с той засыпкой, которая на заморозке была. И граны проявили беспокойство руководителей хозяйств, которые работают по традиционной технологии. Я объехал более третий посевок у края, у нас их почти 250 тысяч. Ни один руководитель не стонал, не плакал без наутильщиков, и даже не гиппы. Как вот здесь показано, когда хозяйство, работа еще давно по наутилу, решило сделать санитарную актуальную обработку. Ну, вы понимаете, накопили мы тут столько вредителей, столько болезней, что там уже пшеница не растет. Там ноль урожайности. Следующее, значит, без санитарной обработки. Ну, к сожалению, вот компьютер не согласился с нашим. Значит, здесь стоит пшеница, они получили 5 тонн гектара. Ну, прекрасная пшеница стоит. Ну, еще раз, значит, лущение. Горох тоже решили, что залущить будет лучше. Вот лущеный горох, он был намного ниже вот такой вот высоты. К нашему времени уже отсвел, глубоков нет. А тот, который не лущили, на этом же поле, это был вот такой вот горох, весь в цветах, очень мощно разбитый. Вот эти снимки здесь были, к сожалению, и вот он, видите, без санитарного внущения почек. Вот этот горох намного лучше и более урожайный оказался, чем тот, который мне это самое. Вот, видите, без санитарного внущения. Видно, что вся солома лежит. А бурик, как корней, как корней. Поэтому иголосу она страшно вредить, сорняк. И можно, не нужно внущить, и чтобы его заделать семена, но это является уже вынужденной мерой, надо понимать. И, ну, опять снимков нет. Вот здесь урожайность пшеницы была 84 сантиметра за гектар. Это, опять же, в этом урожайность. Урожай нам по предшественнику Гречиха. А в среднем походу он получил уже два года подряд, несколько лет, 63-65 сантиметра за гектар. А вы делите его за 70. То есть возможности возделания пшеницы большие. И мы их просто пока не знаем и не используем. Спасибо. Виктор Корнеевич, занимаемся, учимся. Спасибо. Спасибо, Виктор Корнеевич, очень интересно. Согрин снова хочет узнать. Виктор Корнеевич, значит, мы вот здесь. По России сейчас пшеница. Ну, в лаге подлежащие два метра внук нет. Вот мы с нашими соседями сидим, думаем, пока не сеем. В общем-то, что бы вы нам сказали. Потому что в прошлом году мы сеяли в агрослорке, и ничего хорошего с этого не случилось. Сеять или не сеять? Или как? Позвольняем. Сеять. Встречаются и говорят у вас, кто-то, кто-то имеет. А кто-то поселил, кто-то вообще ничего нет, как жить не знает. Поэтому, скажем, сеять в ранние сроки, вот сейчас, когда холодно, жарко еще, Александр Николаевич об этом говорил, с ним полностью согласен. Наверное, не надо, если влаги нет. Но под крайние сроки села все равно сеять. И сеять не на большую глубину. Если выпущи небольшие осадки, они вам все равно дадут влагу. А если даже и будет осадки, и просто наглюнется за счет конденсации произведенного пара, все равно влага будет, и все равно получится сходы. И пшеничка осенью зайдет, она перезимует, или вшится даже, перезимует. Не сможем допуститься, все равно получится урожай. Спасибо, Виктор Корнеевич. Спасибо.